МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку вооружался намного лучше, чем Ереван. Макрон коснулся поставок французского оружия в Ереван. Осуждаем одностороннюю и несправедливую политику Пакистана. Всеармянский союз. Арцах, церковь Сургеворф, Чамкатаха. Фото-выставка под открытым небом в Ереване, а с набор глазами Каспаряна. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 20 июля в Ереванском представительстве Западной Армении состоялась встреча с насильственно перемещенными коренными жителями Арцаха. В ходе встречи выступили председатель Национального совета Республики Западной Армении Армейна Кабрамян и президент Республики Западной Армении Лидия Маркосян, председатель движения Земляческий союз Шуши, Ашот Арутинян, Ашот Бабаян и другие. Президент Республики Западной Армении Лидия Маркосян подчеркнула важность коренного населения и совместной борьбы армян в Западной Армении и Арцаха. Также представила подробности встреч в ООН с участием Армейна Кабрамяна, где были обсуждены вопросы коренного населения, прав и языков армян в Западной Армении и Арцаха, призвав жителей Арцаха быть сплоченными и бороться за свои права. Армейна Кабрамян представил подробности исковых заявлений, поданных против властей Баку на основе жалоб арцахцев и процесс, проходящий в Европейском суде по правам человека. В ходе встречи были обсуждены вопросы касательно арцахских беженцев, на которые Армейна Кабрамян ответил конкретными аргументами. 20 июля встречу выступила предсекретарь правительства Республики Западной Армении, представив важные события недели. Речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркосян в защиту прав коренных народов. Заявление жалобы о защите прав насильственно перемещенных коренных армян Арцаха, которые ранее были представлены на конференциях ООН, осуждая Баку за совершенные в отношении арцахских армян насильственную депортацию, зверства и генитидальные действия. Цель встречи позволить присутствующим высказаться после подписания контракта в предыдущем месяце и по возможности развеять сомнения. Состоявшиеся 11 июля встречи с участием Организации коренных народов, где также присутствовала делегация Западной Армении, церемонию торжественного открытия Офиса Национального собрания Республики Западной Армении в Ереванском офисе Республики Западной Армении. На этой неделе президент Республики Западной Армении Лития Маркусян, председатель Национального совета Армейнак Абрамян, председатель Национального собрания Наиля Ручнян и депутаты парламента посетили символический мемориальный комплекс «Мать Армения» в Ереване. Делегация отдала дань уважения героям, вспомнив национально-освободительное движение, героические сражения в Арцахе, в которых непосредственное участие принимал первый президент Республики Западной Армении Армейнак Абрамян. Выступив на проходящем Лондоне, четвертом саммите Европейского политического сообщества, президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд примечательных заявлений касательно Восточной Армении, говоря о поставленном Еревану французском оружии, также о мирных переговорах между Ереваном и Баку. Это нормально отвечать на просьбу суверенной страны, которая хочет вооружиться, чувствуя, что может подвергнуться агрессии со стороны другого государства, сообщил президент Франции. Отметим, за последние десятилетия Баку был вооружен намного лучше, чем Восточная Армения. Если память не изменяет мне, именно Баку развязал ужасную войну в 2020 году. Считаю, с военной точки зрения, сотрудничество с любой страной это совершенно нормальное явление международной практики. Ранее в результате переговоров министр обороны Восточной Армении Франции в Париже стороны подписали контракт на поставку французских гаубицкайзер. В СМИ распространилась информация о том, что речь идет о 36 артиллерийских установках. Президент Баку отправился с рабочим визитом в Пакистан, премьер-министр которого в своем заявлении не применил признать соучастие своей страны в шагах, направленных против человечности, предпринятых бакинским режимом. Премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбашарим заявил в заявлении для прессы вместе с Ильхамом Алиевым, что Пакистан всегда поддерживал позицию Баку по Арцаху и заявление следует, что он всегда защищал предосудительную практику решения проблем военным путем, защищал все военные преступления, совершенные Баку в отношении Восточной Армении и Арцаха за последние десятилетия. Всеармянский союз Гармар-Ширван-Нахадживан подчеркивает, Пакистан рассматривает этнические чистки в Арцахе в 2020-2023 годах, 10-месячную блокаду Лачинского коридора, преднамеренную гуманитарную катастрофу среди мирного гражданского населения, как пример всеобъемливающего торжества справедливости. Что это, если не явное спонсорство терроризма? Союз подчеркивает, подобными действиями Пакистан доказывает свою готовность нарушать нормы и принципы международного права, решения резолюции, принятой международным судом и другим орбитажными организациями. Всеармянский союз Гармар-Ширван-Нахадживан решительно осуждает одностороннюю и несправедливую политику Пакистана и непонимание идеи усыновления справедливости. Церковь Сургевургра, построенная в 17 веке, расположена в северной части села Чанк-Катах Мартакерского равьона. Об этом свидетельствует короткая запись на камне. Церковь описал Макар Бархударянц. Основная часть церкви была снесена в советские годы. Сохранилась северная стена и некоторые части. По проекту архитектора Валерия Айропетяна церковь Сургевург была отреставрирована в 2018 году. Во время реставрационных работ использовали оставшиеся камни старой церкви и найдены в этом районе многочисленные хачкары. Независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха» сообщает. Во время 44-дневной войны 2020 года церковь не пострадала. После полной оккупации Арцаха в сентябре 2023 года судьба церкви неизвестна. В Ереване на улице Абувяна прошла чудесная выставка, посвященная памяти Роже Каспаряна. В рамках выставки были представлены эксклюзивные фотографии легендарного французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура, сделанный талантливым фотографом Роже Каспаряна. У известного своей проницательностью фотографа были особые отношения с одним из самых известных деятелей музыки и культуры Азнавуром. Представленные фотографии предлагают редкий и особо теплый взгляд на жизнь и карьеру Шарля Азнавура, демонстрируя харизму, страсть и глубокие культурные связи, которые Шансонне поддерживал с Армении. Выставка «Дань уважения памяти Каспаряна». Посетители ознакомились с эксклюзивными работами Каспаряна, подчеркивающие наследие Азнавура, отражая исключительно художественное видение и мастерство фотографа. Среди присутствующих делегации Западной Армении, председатель Национального совета Арменак Абрамян и президент Лидия Макаркосян. Дополнительную атмосферу выставки придала музыка Шарля Азнавура, что сделало мероприятие особо проникровенным и эмоциональным. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами Национального Собрания поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезлидер, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!